Новый магазин Пиво Банк открылся на поселке Жуковского, на Проскуры. Новый магазин, новые предложения от пивоварни Red Cat, счастливчики, выигравшие пиво. В нашем сюжете с открытия. В свое время открытие подобных магазинов, это был какой-то свежий новый шаг. Этот тренд задавал Пиво Банк. Ну, абсолютно верно, ты заметил. Конечно, Пиво Банк существует уже более шести лет. И когда мы открывали первый магазин, мы полностью изменили формат торговли. Действительно, до появления на рынке Пиво Банка, пиво продавалось, ну, я скажу так, в запрещенном формате. Когда кеги с пивами стояли под ногами, кругом была грязь. Пиво Банк полностью изменил формат. Пиво показал, что пиво должно храниться при определенной температуре. Что кеги должны быть не в зале, а в специально отведенном месте. И ни на одном из этапах от пивоварения до того, что пиво у тебя на столе уже дома, не нарушается технология его хранения. Мы не виделись с любимой программой «Каза» с осени, потому что зимой не такая активная жизнь в пивном бизнесе. И мы все равно удивляли своих гостей, мы согревали их эмоциями и теплым глинтвейном, но мы чувствуем приближение весны, чувствуем драйв, чувствуем сезон. И команда, команда Пиво Банк уже вот сегодня решила начать весну, открыть новый классный магазин, такой просторный, красивый, на поселке Жуковского. С, конечно же, нашими новинками от любимой пивоварни «Ред Кэт». Вы видите, я сегодня модничаю в свитшоте слога пивоварни, потому что наш любимый... У меня такого нет. Я намекаю. Я вам подарю. И сегодня мы удивляем пивом «Булава». Это украинский медицинский лагерь, такое справжнее пиво украинское. Конечно же, наша любимая линейка от пивоварни «Ред Кэт» тоже присутствует. Хочу сказать, что особо теплые эмоции в преддверии сезона, особо драйвит команду то, что заходят люди, заходят покупатели и говорят, какое счастье, что здесь открылся Пиво Банк. Это очень круто. Значит, разыгрывали три вида призов. Насколько я понял, два литра, пять литров и десять литров. То есть, позиция пять литров – это очень статусная. Вы везунчик, вы счастливый человек. Наверное, да. Наверное, получилось, что да. В общем-то, вот как-то оказалось. И очень приятно чувствовать себя вот такой прям, хоп, звезда счастливчик. Зашла, взяла пиво. Не так уж много. В общем-то, взяла два литра. Оказалось, что при покупке двух литров мне еще подарок пол-литра темного. И еще в подарок чипсы. Все это взяла с собой, оставила чек, написала номер телефона и имя. Все просто. Расскажите о пиве об этом. То есть, это не классический лагерь, правильно? То есть, он достаточно плотный и крепкий. Да, да. Это задача была сделать вот такой, знаете, как это сказать, ну, мужской напиток. Да, вот действительно, он крепкий, он насыщенный. Он, возможно, не такой летний пяткой, да, как вот летом, там, допустим, идут более легкие сорта. Это вот такое пиво настоящих мужиков. Вы летом будете продавать? Нет, конечно же. Вот что, наша пивоварня балует наших любимых покупателей минимум раз в месяц новым лимитом и раз в месяц новым микролимитом. Поэтому линейка постоянно обновляет. Это лимит, это дишин, я вижу, это понятно. То есть, это, ребята, спешите попробовать, потому что скоро не будет. Все верно. Мы с вами встречались на фестивале Октоберфест, и наша пивоварня варила специально пиво Октоберфест, которое мы варим раз в году. И поэтому, конечно же, каждый месяц мы балуем своих покупателей новинками и вкусняшками. И, безусловно, огромное количество закусок в пивобанке подобран так ассортимент, что каждый может купить себе что-то, что ему хочется к пиву. Будь то какие-то рыбные закуски, орехи, чипсы, либо колбасные изделия. Но это всегда просто и всегда возле дома. И я хочу сказать, что после того, как сеть пивобанк появилась, стала расширяться, формат торговли пивом кардинально поменялся. Все наши коллеги, которые открывают подобные магазины, они уже их открывают такие, как пивобанк, где чисто, где хорошее пиво, опрятный, приветливый персонал. И это классно, потому что те магазины, о которых ты говорил, они уже в прошлом, я думаю, что о них уже даже забыли. Интересно, специфика местности учитывается как-то у вас при подборе линейки здесь? Конечно же, учитывается. Мы стараемся, не стараемся, мы ведем диалог со своим покупателем, мы слышим его, мы учитываем все пожелания. Поэтому, конечно же, магазин в зависимости от района и разное наполнение, как разливной группы, так и снековой группы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!